всем привет вот такое небольшое видео хочу снять со своего рабочего места сегодня четверг конец августа сейчас в канаде такой затишье по работе и у нас не так много документов на обработку но тем не менее ндс вот я в этой компании работаю она строительная да и и части это налог косвенный который нужно будет сдавать каждый месяц он никто его не отменял поэтому все документы обрабатывают хочу рассказать небольшие новости по поводу того что несмотря на то что и в этой компании еще пока меньше года год будет наверное в декабре да я с работаю с ними да но уже вторая вот налоговая проверка идет первая проверка касалась заработной платы и проверяли правильность начисления заработной платой а вторая проверка касается скорее всего и части дело в том что я работаю как бы командой тимбек да то есть я занимаюсь букки пингом это полностью все документы чеки вот все что у меня тут есть текущие вот и уже давно лет наверное 10 с этой компании работает бухгалтерская компания которая готовит налоговые отчеты вот обрабатывает и вот сопровождает такие проверки налоговой значит как у нас это проверка началась мне пришла ли запрос на я работала с 23 года декабря здесь до до меня тут работала какая-то сотрудница да она я так была не была бухгалтером потому что все документы находятся в общем беспорядке достаточно но я прошлым годом заниматься не буду тем не менее пришлось посмотреть на эти документы при подготовке вот к проверке запросили проверку по активам то есть по машинам которые имеются у компании да и запрашивают значит 10 самых больших инвойсов и именно нам ремонт этих вот машин и 10 самых больших я так понимаю затрат на бензин они не такие уж и большие я немножечко нашла да вот она была в таком виде до до меня сотрудница просто сюда сложила какие-то документы и все что есть я как бы уже отправила потому что есть немного и на самом деле просто если кто-то не знает но я думаю все бухгалтера знает что если вы покупаете какое-либо основное средство или ассет веселим там эта машина то нужно ее ставить на баланс незамедлительно начинать начислять амортизацию то есть depreciation и в принципе заниматься этим это достаточно трудоемкое занятие то есть нужно начислять амортизацию провести скажем собрать все не собирать необходимые затраты которые касались этой машины там целая история так вот по той компании где я работаю мною было обнаружено что собственно те средства те кого те машины по которым запрашивали да сейчас проверка да они на балансе отсутствует поэтому я сейчас буду наблюдать как их будут ставить на баланс я на самом деле хотела бы увидеть то сама документы да если мне это придется делать он без документов бухгалтерии делать ничего нельзя там чтобы вы знали если у вас есть документ вы его собственно разносите ну и кое-какие договора я нашла то есть компания приобрела трейлер и были приобретения в двадцать третьем году еще машин там траков наша компания строительная не маленькая достаточно крупная и в принципе постоянно что-то покупает много 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 затрат каждый месяц вот сегодня буду писать несколько чеков наверное больше десяти нашим вендорам это поставщикам потому что постоянно нахожусь переписки с бухгалтерии поставщиков это тоже компании разные которые поставляют кто-то job material поставляет кто-то разные сервисы услуги мы берем в аренду краны в общем достаточно интересно в канаде отрасль строительная она развита неплохо поэтому если вы в принципе планируете приезжать в канаду работать но бухгалтером да то обратите внимание пожалуйста на строительную отрасль и я думаю тут работы именно в этой отрасли много вот сегодня у меня кстати есть еще свой собственный бизнес это компания бухгалтерская вот и есть еще self-employed бизнес то есть тоже бухгалтерская у меня есть какие-то клиенты которых я веду как self-employed да их я уже веду наверно ну год наверно да потому что я раньше была только self-employed а в этом году зарегистрировала компанию corporation и сейчас клиентов набираю на нее так вот сегодня позвонил клиент он занимается кондиционерами то есть тоже в этой области да у него именно corporation то есть это корпорация сегодня у меня будет с ним встречи часов в семь наверное вечера потому что я раньше не освобожусь у меня тут много работы время где-то часа четыре дня то есть я вот на эту работу приезжаю где-то 4 к 5 вот и часов до семьи два раза в неделю часа по два-три остальное время я работаю дома то есть за это время я распечатываю необходимые документы произвели производу произвожу переписку если мне оставляют здесь документы приезжают сотрудники или руководители все тут оставляют у меня на столе это мой кабинет вот я его уже показывала в принципе он достаточно такой большой хороший кроме меня тут никого нету отличный интернет можно во время работы послушать музыку да и принципе ну я такой работой довольно да что касается особенностей именно работы вот в канаде ну могу сказать что я уже второй год в канаде живу да если кто-то не смотрел мои предыдущие видео можете посмотреть я там описывала своя первая работа были когда приехала в канаду и там последующие как я там искала в общем все это я рассказала особенности есть конечно да но для меня они не являются прям какими-то такими особенными в принципе бухгалтерия везде похожи и здесь единственное нужно знать программное обеспечение да вот я работаю здесь квикбук есть еще сейдж программы популярны очень в канаде вот эти две самые главные есть еще программа австралийская zero я на ней работала в новой зеландии но здесь она не так популярна мне по крайней мере счет клиентов она ни разу не встретилась и много других небольших программ которые принципе они ну скажем популярны может быть в крупных крупной компании пользуются erp вот это такие огромные монстр программы которые все участки подключены я принципе знаю да но я люблю работать с малым бизнесом малый средний бизнес если что я рассчитываю еще заработную плату то есть основные услуги которые здесь оказывает буккипер в канаде да буккипер есть и есть аккаунтант я как бы степени буккипер и аккаунтант да потому что у меня уже есть 3 пойди это код представителя в налоговой здесь то есть я могу сдавать отчеты налоговую за клиентов поэтому я готовлю их с налоговым периодом хранитесь наступит и принципе вот уже достаточно много документов на обработку но ничего значит чем занимается тут буккипер вот основное отличие буккипера это бухгалтер просто бухгалтер который занимается текущей работой daily routine так называемый от аккаунтента аккаунтент который делает отчеты значит буккипер он делает сверки поставщиками потом с клиентами до выписывает чеки получает принципе чеки это аккаунт риск был аккаунт пейл был вот потом делает банковские сверки то есть каждый месяц или там где-то если компания очень крупная каждую неделю по банковским выпискам происходит сверка затрат которые уже разнесены ну допустим программе крибук я делаю реконселищен потом начисляю заработную плату вот у меня на другой работе там сотрудники сидят и принципе я там начисляю заработную плату каждую пятницу вот завтра поеду туда числять в принципе достаточно мне там нравится достаточно интересно и ну в целом я уже привыкла в той компании я уже почти год наверное где-то буду вот в октябре точно буду год вот но тем не менее у меня цели такие развить собственный бизнес чтобы было достаточно клиентов и может быть открою офис через год-два пока я работаю дома и ну затраты на офис пока не обязательно делать потому что в принципе онлайн работа в канаде очень популярна то есть клиенты могут находиться в любой части канады здесь есть особенности если ты работаешь например онтарио провинция да то и части допустим 13 процентов если есть клиенты из кибека там и части 15 процентов в общем в каждой провинции свой налог sales до его надо учитывать и в принципе там провинциальные законы чуть-чуть другие надо изучать пока у меня клиенты вот только сонтарио но я уже изучила и british columbia посмотрела до если оттуда клиентов брать альберту и кибек это ближайшие к нам вот такие провинции где откуда могут быть клиенты откуда они могут вполне прийти в основном сейчас я собираю клиентов которые у меня находятся на моей территории то есть это durham region это great toronto area это я живу в городе ошево это около торонто как бы окраина торонто сюда ходит электричка из торонто но такой двухэтажный поезд конечная станция у нас такая маленький городок типа древние но принципе до торонто где-то минут 50 ехать на машине 40 50 иногда час зависимости от трафика поэтому мы здесь спокойно себе живем и облюбовали вот это местечко хорошо ехать до любых ферм можно легко выезжать на природу ну такая доступность неплохая в отличие допустим если даунтауна там постоянно надо в пробках стоять да здесь у нас пробок не то так что что касается бухгалтерии то вот сейчас я нахожусь бумом виль это городок рядом с ошевой то есть ехать минут 15 наверное да потом завтра я поеду в аджакс это в другую сторону а то что тоже 15-20 то у меня есть клиент еще компания прямо в ошеве находится да и сегодня вот куртис это по дороге между бумом виллем и ошевой вот такой тоже небольшой городочек сегодня будет там встреча то есть все клиенты которые находятся если вдруг вот кстати вы здесь в канаде да и вам нужен бухгалтер то пожалуйста можете мне написать и подумаем что как мы как я могу вам помочь с вашей daily routine чтобы у вас не было проблем с бухгалтерией да и вы могли спокойно ваши затраты считать получать рефанды с правительства и спокойно сдавать ваши налоги у кого-то отчасти там месячный квартальный или годовой то есть любые налоги какие вам нужны то что у меня есть опыт уже сдачи за том году издавала тифо это каждая компания должна сдавать за сотрудников таки тифо это годовой доход сотрудника вот те один тиван я тоже сдавала да уже вот есть достаточно хороший опыт что касается те два я еще пока не сдавала но у меня просто сроки еще не вышли по моему бизнеса или по бизнесу клиентов они меня как сейчас идут пока как букки пинг я предпочитаю конечно больше лучше сдавать отчеты тем клиентов кого я знаю кому сама виду букки пинг да у меня есть помощники с кем я уже работаю кто занимается тоже скажем так внесением затрат в базы это достаточно такая сложная но не сложная такая но работа к я знаете приходят документы приносит их клиенты или мы там сами забираем и это все обрабатывается сшивается регистрируется вносится в необходимые потом подшивается необходимые папки и потом выдаем клиентам то есть это уже все такое наработанное у меня опыт работы именно в бухгалтерии вот такого типа на аутсорсинге довольно большой больше 20 лет поэтому принципе в канаде вот сейчас потихонечку начинаю работать я думаю ну скажем сама система здесь она выстроится потихоньку здесь есть моменты которые я вижу что часто бухгалтера ошибки совершают то есть они не не до конца или делают что-то без документов то есть есть опыт работы постоянно с налоговой инспекцией то есть сопровождение проверок опыт большой и в россии сопровождение выездных проверок и встречных проверок любого типа и здесь тоже вот уже пожалуйста вторая проверка документы отправлены у нас кстати нам дали дала налоговая 30 дней на сбор всех необходимых документов поэтому я собственно все что от меня зависело уже сделала поэтому я решила это видео сделать про эту проверку но будем ждать может еще какие-то запросы я конечно буду напрямую работать с нового инспекции да потому что месячью юридическое образование помимо бухгалтерского и два подтвержденных мастер-дегри именно канадских то есть я делала в с поле и шин это у меня мастер-дегри accounting и аудит и но то есть ты вело да ну чтобы здесь работать юриста мне надо еще наверное сдать экзамен поучиться я честно говоря именно как юристом в канаде наверное не хочу то есть курты я нормально могу курты ходить я кстати могу здесь ходить в курты там до определенного уровня но сейчас мне больше интересует наверно налоговое право и работ с налогами и больше наверное буккипинг потому что это то что нужно клиентам то есть если вы работаете каждый день с клиентами да у вас какие-то взаимоотношения уже завязывается и вы знаете все про их поставщиков про все что у них там происходит в их бизнесе нужно интересоваться бизнесом клиента потому что бизнеса разные всех нюансы и что бухгалтер ней в коем случае не навредил клиенту то есть разносить все правильно стараться делать это кстати в кейбука замечательная программа если вы ее хотите выучить то учите очень много бесплатного всего есть на ю тубе и плюс сама программа там возможно делать аудит то есть проверочку быструю как ревизию и можно посмотреть если какие-то ошибки быстро их исправить технически то есть нужно постоянно держать руки руку на пульсе и все проверять ну сегодня по плану я вот себе распечатал уже отчет принципе один суммаре вот такой отчетик здесь выявилось что нужно сделать наверное по 10 7 чеков то есть оплата вендором потом я эти чеки оставляю здесь приходит руководитель компании я не знаю когда он приезжает любой из дней он подписывает все это дело я потом отправляю по почте таким образом мы рассчитываем с поставщиками кому-то перечисление делается по электронному электронному каналу и в этой так называемый это это электронный трансфер это делает уже руководители компании делают я иногда в другой компании делаю оплаты по телефону то есть мы звоним поставщикам то есть я звоню и диктую карточку компании чтобы они списали да здесь еще такой вот способ оплаты существует канадцы достаточно хорошо доверяют и своим бухгалтерам и поставщикам с кем уже давно работают поэтому начинать работать с новым поставщиком это не так легко и надо просто понимать что люди вам будут доверять и вы должны быть ответственны за то что вы делаете ну видео я сделала небольшое но я надеюсь что какую-то пользу я вам принесла этим видео если вы бухгалтер то пожалуйста верьте в себя и все у вас получится если в реальном бухгалтер и вам это нравится и вы понимаете чем вы занимаетесь да если вы пришли в бухгалтерию но просто как было ну скажем а вот все идут и я иду конечно может быть тоже будете сидеть на участке каком-то тоже можете освоить на самом деле и может быть что-то вам даже понравится кому-то нравится начисление зарплаты кстати это отдельный аутсорсинговый вид деятельности здесь довольно таки непростой потому что все таки в этом году вообще ввели там не просто пенсионный фонд начисления 2 пенсионных фонда cpp-1 и cpp-2 вот все ждем осени когда это начисление будет происходить интересно да будем наблюдать в канаде все время какие-нибудь изменения происходят и в налоговом плане налоги здесь понятные в принципе по затратам много инструкций что можно относить что нельзя много что можно но есть свои правила поэтому всем удачи дорогие коллеги и уважаемые зрители если вдруг среди вас кто-то есть кто занимается бизнесом в канаде то пожалуйста пишите мне в личку могу вам вести учет но это конечно если у вас есть в этом необходимость если просто какие-то вопросы любые комментарии пишите пожалуйста я не обижаюсь на плохие комментарии сразу говорю бывают и они я понимаю что у людей там на сердце иногда тяжело бывает и как говорится человек это сосуд что есть сосуде то и выплескивается наружу да если у них на душе плохо и настроение плохое они конечно стараются как-то его выплеснуть поэтому ничего страшного пишите любые комментарии я на любые отвечаю на хорошие на плохие и буду еще делать видео на следующее видео сделаю как у нас прошла проверка вот по машинам потому что там я думаю где-то это будет в сентябре именно вот видел по этой теме конечно до этого я еще выложу разные видео но видео что касается бухгалтерии она вот у меня идет отдельным порядком и если что-то будет интересненько я обязательно расскажу вот как сейчас про проверку рассказал это уже вторая проверка в канаде так что готовимся к проверкам сразу чем лучше подготовимся тем меньше времени потратим потом на все скажем на предоставление документов и будем более веселые всем удачи до свидания